МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Действенность и результативность нужны в любом деле. Проведем это утро эффектно и без потери эффективности. Александр Серебренников. Любовь Черкашина, с вами 20 июня будет отличным днем. Мы узнавали. Сегодня у овнов может появиться шанс добиться успеха в профессиональной сфере. Удачными будут коммерческие сделки и договоры купли-продажи. У тельцов время для размышления, самоанализа и духовного развития. Благоприятный день для общения с родственниками, друзьями и любимым человеком. Близнецы смогут быстро преодолеть незначительные трудности и избежать дополнительных хлопот. Встречи в непринужденной атмосфере станут для вас источником позитива. У раков появится возможность заключить долгожданные сделки. Но ваша излишняя уверенность в собственной правоте способна привести к непоправимым ошибкам. Завал на работе поможет львам забыть о мелких неурядицах. В ближайшие дни вы сможете легко исправить ситуацию. А пока не думайте о личных взаимоотношениях. Решительные действия Дев помогут справиться с многочисленными делами. Чтобы сохранить нежные чувства в отношениях с любимым человеком, постарайтесь окружить его заботой. Общительность и открытость позволят весам завоевать доверие людей, которые вас окружают. Постарайтесь с оптимизмом смотреть в будущее и следить за своим здоровьем. Звезды советуют Скорпионам не торопиться с выводами и сохранять спокойствие. Постарайтесь поменять тактику, чтобы реализовать свои планы и решить спорные вопросы. Новые знакомства окажутся полезными для стрельцов. Воспользуйтесь интересным предложением о трудоустройстве, чтобы существенно улучшить материальное положение. Козероги, сегодня ваша энергия будет способствовать внутренней работе. Вам следует настроить себя на поиск истины и гармонии. Хороший день для самосовершенствования и обучения. Обстоятельства потребуют от водолеев конкретных шагов к осуществлению задуманного. Если вы тщательно продумаете варианты возможных решений, то уже скоро сможете наслаждаться успехом. Звезды рекомендуют рыбам не отступать от намеченного плана действий и не слушать чужих советов. Используйте хорошее время для укрепления здоровья и занятий спортом. Эффективность темы эфира и основной критерий оценки работы в любой профессии. Предлагаем знакомство со специалистом, от которого зависит своевременная доставка писем, газет, пенсии, социальных выплат, а иногда даже еды и лекарств. Причем там, где это особенно нужно. Почтовое отделение поселка Плещеницы в Логойском районе буквально центр притяжения для местных жителей. А в нем с утра до вечера улыбка Елены Комар, которая и на любимую газету подпишет, и письмо принесет, и даже с продуктами, если нужно, поможет. Прихожу на работу в 8.40. Приезжает почтовая машина, привозит почту, газеты, журналы, письма, посылки. Мы их сортируем, потом разлаживаем по ячейкам и расписываем по ходовику. В ходовике указано, кто что выписывает. Расписываем, слаживаем всю почтовую сумку, уходим в доставку. Сколько километров в день приходится пройти, честно признается, не считала. Общение с людьми помогает не чувствовать усталость и забывать обо всех заботах. Для кого-то здесь она и сама – целый мир. Нравится мне моя работа, потому что ждут меня, встречаются с улыбкой всегда, подуются. Ну, мне тоже нравится к ним приходить, радость приносить. В деревенском доме ждут ее не только с письмом. Галине Дмитриевне почтальон приносит каталоги. С их помощью можно купить товары через почтовый сайт. Сегодня женщина выбирает домашние тапки, а Елена оформит заказ и посылку доставят прямо домой. Каждый его ждет, почтальона, потому что и пенсию приносит, и газеты мы выписываем. И вообще поговорить даже, ну вот как я, например, живу, да, мне поговорить с удовольствием, они поговорят со мной. Ну, что мне надо, закажу. Хиллборды заказы бы приносили мне, потому что я сама не дойду я. А еще у Елены Павловны есть любимый сезон в работе, которого ждет с особенным трепетом. Доставку почты к Новому году превращает в сказочную миссию. На этот год уже есть особенные планы, но все секреты не раскрывает. Здравствуйте. Здравствуйте. Возьмите газетку. Спасибо. Очень рады вашей прессе. Что-то, если надо, все выпишут, все достанут, и детское, и газетки. Вот сейчас внуки поприезжали, надо что-то детское уже выписать. Может, там на месяц, до два, до Нового года, с Нового года опять. Вот уже более 30 лет Елена Комар с сумкой на плече. И даже в век интернета и высоких технологий не считает свою профессию вымирающей. Главным принципом для нее всегда оставалась любовь к людям, работе и, кажется, ко всему миру. Александр Автухов, Карина Ембулаева, Леонид Вайда. Наше утро. На Гомельщине, в Ветковском районе, сохранили и проводят старинные обряды, которые способствуют хорошему урожаю. И даже иногда вызывают дождь в сильную засуху. Вот так. Ну, последний ритуал пока не пригодится. В этом месяце хватает ливни и гроз. А вот что погода готовит на ближайшие дни, расскажет наш коллега в студии. Уникальный наш любимый метеообозреватель Дмитрий Рябов. Доброе утро. Доброе утро, уважаемые друзья. Ну, и хорошие новости есть. Вот этот активный атмосферный фронт, который вчера принес нашу страну. Дожди, грозы, порывистый ветер. Даже в отдельных районах был и град. Уходит на восток. И погода будет постепенно налаживаться. Однако в нашу страну стремятся такие более свежие воздушные массы с Балтийского моря. Так, сегодня, по данным Белгидромета, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь только еще по крайнему юго-востоку возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный. А температура воздуха в разгар дня ожидается всего лишь по 17-23 градуса. Но есть и хорошая новость. Уже в ближайшие дни тепло вновь вернется. Более подробно расскажу прямо сейчас. Итак, в пятницу наша страна будет находиться в поле высокого атмосферного давления. По периферии которой в нашу страну опять начнут поступать более теплые воздушные массы юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Под утро слабый туман, видимость на километр. Ветер с западной четверти умеренный. Температура воздуха в ночной и утренние часы плюс 7, плюс 14. Днем ожидается плюс 20-26 градусов. И в предстоящие выходные дни станет еще немного теплее. Однако без кратковременных грозовых дождей не обойдется. В субботу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Лишь только по Брестской и Гродинской областям днем возможны небольшие кратковременные грозовые дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный при грозах порывистый. А температура воздуха в ночной и утренней часе плюс 9, плюс 15. Днем ожидается плюс 22-28. В воскресенье кратковременные дожди распространятся уже на большую часть нашей страны. Также при грозах сильные ливни и возможен оградный порывистый ветер. Температура воздуха под утро плюс 9, плюс 15. Днем будет умеренно тепло и комфортно 23-29 градусов. И такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Вот такой замечательный прогноз. Действительно хорошие новости. Ну, как всегда. Этот человек иные новости не рассказывает просто. Вот и все. Спасибо, Дима, большое. А мы продолжаем. Завтра в Беларуси стартует большой международный мотопробег, приуроченный к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Более сотни байкеров из разных клубов проедут по всей стране с остановками в знаковых местах. В субботу пробег символично принимает Брест. А что готовит столица на выходных, узнаем прямо сейчас. Александра Ошанова изучила культурную программу «Уикенда». Добрый день. Доброе утро. Во Дворце искусства открылась выставка победителей фестиваля «Арт Минск-2024». Здесь 35 художников, за которых посетители фестиваля голосовали наиболее активно. Номинации «Самые разные», «Живопись», «Графика», «Скульптура», «Монументально-декоративное искусство», «Арт-объекты», «Инсталяции», «Фотография». Есть вот это противостояние в белорусском искусстве между эстетикой такого академизма и так называемого современного искусства. Вот мы сталкиваем, как обычно, в наших крупных проектах различные направления и по этой выставке еще более точно и лаконично можем считывать основные стилистические какие-то моменты, которые интересны белорусскому зрителю. Если вы пропустили фестиваль, не беда. Выставка поможет глубже познакомиться с наиболее интересными направлениями современного искусства и увидеть избранные произведения разных периодов. А в соседнем зале дворца республиканский выставочный проект «Цвета Великой Победы», который посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Здесь белорусские художники рассказывают о Великой Отечественной пронзительно, с болью, с чувством благодарности к тем, кто пережил все тяготы войны. В выставочном проекте принимают участие представители трех поколений художников Гомельской области. Каждый вступает в диалог со зрителем, вовлекая его в осмысление важных исторических событий. Есть куда сходить и на что посмотреть. Наш культурный маршрут проложен до понедельника. Красивых вечеров и до встречи! Спасибо, Александра. Ну а мы продолжаем наше с вами утро. На полигоне Уручье завершились состязания «Меридиан». В них приняли участие представители навигационно-топографических частей армии. Наши коллеги из телекомпании ВНТВ тоже сориентировались на местности. Проверишь! Шесть команд в составе каждой три военнослужащих. Несколько дней состязаний, разнообразная программа испытаний и лишь одна цель – звание лучшего топографа вооруженных сил. Таков сценарий и суть нынешнего турнира. Военные топографии – это понятие широкого профиля. Там есть и картография, занимается картами и подготовка карт к изданию. Также есть фотограмметристы, которые создают фотодокументы. А также гидридисты, которые, в свою очередь, выполняют первоначальную работу по построению основы, созданию гидридической сети на территории Республики Беларусь. В программе конкурса ориентирование на местности, определение координат объектов в интересах ракетных войск и артиллерии, выполнение нормативов с использованием специального оборудования. Задействованы гидридические штативы под приборы, марка гидридическая и электронный тахеометр. С помощью электронного тахеометра измерить угол. Но угол мы меряем не просто отдельно, а должна сойтись серия углов. Заключительно у нас самый интересный, насыщенный топографический квадратлон. Внимание, марш! Впервые на старт в этом году вышли женские расчеты. Ирина Олегнович, представитель команды 31-го навигационно-топографического центра, признается, что настроена только на победу. Выезжали на полигон, отрабатывали геодезическую эстафету, квадратлон, движение по азимуту. Отрабатывали такие задачи, как прямая геодезическая, обратная, сближение с меридианов. Нам главное показать результат, чего мы достигли, чему мы научились. Я думаю, что мы сможем мужчинам составить достойную конкуренцию. По результатам состязаний в нынешнем году золото и серебро взяли расчеты из Минска. Запкнула тройку лидеров навигационная топографическая часть северо-западного оперативного командования. Александр Микучик, Михаил Павловский, Алексей Латыш. Продюсеры музыкального шоу «Звездный путь» в поисках талантов объездили всю страну. Отборы завершились. Новые имена, авторские песни участники третьего сезона будут удивлять. Со своими впечатлениями о кастингах один из продюсеров проекта, Александр Лавринович, делится прямо сейчас. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Завершены кастинги уже третьего сезона. Мы проехали практически всю страну. Просто сумасшедшее количество конкурсантов приходило на каждый кастинг в каждом городе. Ну, под сотню это стабильно было практически везде. Очень много талантливых. Выбор каждый раз был просто сложнейший. Но конкурс есть конкурс. Уже сейчас сформированы команды. Мы начинаем большую масштабную подготовку к проекту, чтобы абсолютно каждый телезритель уже осенью 2024 года в эфире телеканала ОНТ смог увидеть самое народное, самое классное, самое мощное шоу нашей страны «Звездный путь». Поэтому до встречи в эфире телеканала ОНТ на проекте «Звездный путь». Спасибо, Александр. С нетерпением будем ждать знакомства с участниками третьего сезона. Это наше утро. Лето в Беларуси обещает быть жарким. Но в стране рек и озер всегда можно найти прохладу у воды. Приглашаем в речной тур по самым большим, чистым и живописным водным артериям страны. Звание «Самая холодная река Беларуси» получила Ислач. Она протекает на территории Налибокской пуще. Туристы говорят, что даже в летнюю жару купание в этой речке понравится далеко не каждому. Зато холодная вода, богатая кислородом, по душе редким видом рыб. Например, хариусу и ручьевой форели. В номинации «Самая чистая река», пожалуй, побеждает Неман. Все благодаря тому, что вдоль его течения на территории нашей страны практически нет больших городов. Плывя по Неману, не забывайте оглядываться по сторонам. На его берегах до сих пор можно встретить доты Первой мировой войны и партизанские лагеря Второй. Если взять снимки из космоса и рассмотреть Беларусь, можно увидеть настоящую полесскую амазонку – Припять. В художественных источниках эту реку еще называют морем Геродота. Уникальное природное явление – Туровский луг. Во время разлива Припяти, когда река выходит из берегов, 500 гектаров прячутся под водой. Тем, кто любит историю, интереснее будет Западная Двина. Эта река была частью древнего водного пути из дворяк в Греки, который связывал Скандинавию с Византийской империей. Название реки образовалось от фразы балдского народа – «дау-вьена», что означает «двойная река». Рыбалка здесь удивительная. Можно поймать сазана, налима, сама и щуку. Титул самой длинной реки по праву носит Днепр. Четвертая по протяженности из всех рек Европы – более 2000 километров. Днепр довольно часто упоминают в истории. Именно на берегу этой реки князь Владимир крестил Русь. Так что Днепр заслуженно вошел в белорусский фольклор под уважительным именем «Батька». Пион во сне символизирует скорую любовь. Вы найдете свою идеальную половинку. Белые пионы во сне олицетворяют искренность и доверие в отношениях. Вокруг вас только преданные люди. Если в сновидении вы увидели увядшие пионы, наяву вас ждет разочарование. Не позволяйте печальным мыслям завладеть вами. Сон, в котором вы поливали пионы в саду, сулит скорая застолье. Составляйте список гостей. И не забывайте, каким бы ни был ваш сон, главное – не проспать утро. Это наше утро. 20 июня. Новый военно-патриотический лагерь открылся в Минске. Каникулы здесь проведут участники мемориальных отрядов школ столицы. Те самые, которые несут почетную вахту памяти у Вечного огня на Площади Победы. Для них подготовили насыщенную программу. Уже почти год Кирилл Фильченко несет почетный караул на посту номер один города-героя Минска. Школьник рассказывает, еще до вахты памяти увлекался изучением истории. Но каждое новое занятие позволяет узнать еще больше. Новое знакомство, новые друзья. Но я бы это сказал больше как свой долг перед Родиной в плане отдать дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны. У меня у самого там прадеды воевали. И отдать долг уважения, это, конечно же, вся наша обязанность. У меня еще и младший брат, я бы хотел, чтобы он этим занимался, чтобы он продолжил это. За учебный год на пост номер один заступают более 900 минских школьников. Каждую неделю новое учреждение образования. Они стоят на посту, вспоминают про бабушек, про дедушек. Потому что у каждого связан, есть какие-то родители им рассказывают. Ну, наверное, плюс общение. Потому что, ну, что только таить у нас, нынче молодежь общается только в Вайпере, по соцсетям. А здесь у них нет такой возможности. Они приходят и сдают телефон, и общаются между собой. Ну, вообще, за историю поста уже много есть, так сказать, в истории поста. Здесь сложились семьи. У нас уже дети приходят, постовцы, которые папы, мамы несли почетную вахту памяти. Теперь уже их детки несут вахту. Летние каникулы лучшие постовцы проводят в лагере дневного пребывания. Почти три недели расписаны по минутам. Квизы, викторины, тренинги, а также выезды в районные центры на экскурсии. В этом году мы поедем в Слуцкий район. Не доезжая Слуцка, мы начнем уже заступать в памятник и почетный караул. Также в самом Слуцке нас ждет очень интересная, увлекательная программа. Также в двух местах мы тоже почтим память погибших в годы Великой Отечественной войны. Нас уже ждут в музее Слуцких поясов, на фабрике Слуцких поясов. Посетим Кривеческий музей и на обратной пути из Слуцка вниз мы также заступим почетный караул и почтим память погибших в годы Великой Отечественной войны. В этом году посту номер один города-героя Минска исполняется 40 лет. По этому поводу с 30 июня по 4 июля пройдет пятый международный слет постов номер один городов-героев и городов воинской славы. В столице ждут делегации из Красноярска, Новосибирска, Краснодара, Новороссийска, Керчи, Мурманска и ряда других городов. Лето, утро ОНТ. Дачный сезон в разгаре, но с ним связаны порой не только положительные эмоции. Многим знакома ситуация, когда приезжаешь на участок, а там следы нежеланных гостей. И пропажа строительных или земледельческих инструментов, материалов, иногда даже обычного металлолома. Дачные воры часто тащат все, что плохо лежит. В текущем году зарегистрировано 1325 краж из дач частных домов. Их раскрываемость составляет 72%. Задержано 813 подозреваемых, 36 из которых совершили серийные преступления данного вида. Из домов, дворовых территорий и хозяйственных построек преимущественно похищаются строительные и электроинструменты, продовольственные товары, бытовая техника, черный и цветной металл. Чтобы не провоцировать воришек, лучше не оставлять на виду ценные вещи. Специалисты также рекомендуют устанавливать на участке сигнализацию или крепкий замок и решетки. Доброе утро! Сейчас в эфире разговор с психологом. Елена Васильевна прислала ему свой вопрос. Вот говорит, что верит во многие приметы. Вот если черная кошка перешла дорогу, так неудача, а рассыпанная соль к ссоре. А вот дочка, наша телезрительница, уверена, что все суеверия ерунда. И маме по этому поводу часто делает замечания. Но вот сама Елена Васильевна ничего не может с собой поделать. Подмечает, что все сбывается. Поэтому спрашивает у Павла Загмонтовича, как психология относится к суевериям. Есть ли научные основания им верить или нет. Павел, доброе утро! И что скажете? Доброе утро! Суеверия сбываются только потому, что мы запоминаем случаи, когда они сбылись, и забываем или не замечаем случаи, когда ничего не сбылось. Вот, скажем, черная кошка перебежала дорогу, я потерял телефон в этот же день. Вот оно сбылось. А когда черная кошка перебежала дорогу, и со мной ничего не случилось, и потом ничего не случилось, и еще ничего не случилось, и пять раз она перебегала, и пять раз ничего не случилось, вот это все я просто не замечаю. Это называется предвзятость подтверждения, такая избирательная внимательность. Мы запоминаем не все, а только то, что нам нравится или совпадает с нашими убеждениями. И потом на основании этого делаем вывод. Это неправильно, это крайне ошибочный подход, потому что это очень небольшая часть реальности. И, конечно, это приводит к тому, что люди сами себя убеждают в том, что суеверия работают. Увы или ура, не работают суеверия, работает вот такая особенность человеческой психики. Поэтому можно смело ходить через черных кошек, ничего не будет. Черные кошки в безопасности. А лучше завести свою черную кошку, тогда будет вообще все замечательно. Это был Павел Загомонтович, наш психолог. Прислать ему свой вопрос можете и вы на наш электронный ящик. Утро, собака.онт.бивай Восточный колорит, харизма и особая манера исполнения – это про нашего гостя. Его песни находят отклик в сердцах каждого слушателя. У нас в студии Шир, певец, солист молодежного театра эстрады. Доброе утро, Шир. Доброе утро. Доброе утро. Шир, ты пришел к нам не с пустыми руками. Как всегда. Это поп-новинка. Или с шоколадкой, или с песнями. Это новинка. Поп-трек. Давай отпустим. Поделись созданием, идеей. Очень долго размышляли по поводу этой песни. Что касается... Многие песни, я как ранее тогда приходил и рассказывал, они как-то зарождаются сами, так скажем. И вообще каждый артист, который исполняет свою песню, он рассказчик своей истории. Каждая песня коснулась какой-то истории, определенный момент. И эта песня также, она, скажем так, сама по себе как-то зародилась. И вот когда начали создавать, она пошла, пошла, пошла. И мы, когда уже по окончанию, уже начали еще раз переслушивать, осмысливать трек, и мы поняли, что эта песня такая, скажем, относительнее, наверное, гимну его не привязать. Но в любом случае коснется и двусмыслия многих влюбленных, которые пытались сдержать свои отношения, но не смогли. Как бы они в жизни не пытались это сделать. Потому что в треке очень много, в особенности по тексту, слов, когда крик души идет. Или, как мы описываем, например, сочетание с чем-то, штиль эмоций, которые происходят у каждого человека. То есть именно описание всего вот этого. То есть, по большому счету, песня о том вечном, о том, на чем держится наша жизнь, о любви. Да, о любви. Абсолютно верно. Которую не всегда легко отпустить. Именно, хочется сохранить все-таки, хочется сохранить и отношения. В конце беседы мы песню обязательно послушаем, в твоем исполнении. Но очень важный момент, наверное, для твоих поклонников, в первую очередь, для наших телезрителей, то, что у тебя буквально, простите, на носу сольный концерт. Иде и когда? Наш сольный концерт в Минске будет проходить в Молодежном театре эстрады. Обычно свои сольные концерты, которые у меня проходят с оркестром ГУВД, мы в прошлый раз приходили, неоднократно об этом говорили тоже, они проходят у нас в регионах и больших концертных площадках, там где 900, 800 или 1000, например. В этот раз, в этом году у нас будет 18 октября проходить театр эстрады. К сожалению, мест ограничено, театр эстрады не такой большой, 250 всего лишь. Но максимальная программа, которую мы делаем для большого зала, она также будет предоставлена и здесь. Но чем будешь удивлять? Есть какие-то сюрпризы? Ну, сюрпризы будут, будут новые песни, будут, конечно же, песни уже полюбившиеся. Это полный живой звук и, соответственно, все смогут услышать свои любимые песни не в электронном виде, как обычно происходит, а именно в живом исполнении. И также сейчас продумываем, будут небольшие сюрпризы, потому что сюрпризы именно от меня, это, скорее всего, будут мерчи в подарок. Дело в том, что почему 18 октября мы это приурочили к дате 18-летию работы и службы в молодежном театре эстрады. А-а-а! Женнолетие становится! Да-да-да, именно так. Хорошо. Вот, и поэтому мы решили как бы 18 октября... Ну, с такой любовью, а в будущем концерте, говорит, просто... Ну, а как иначе? Мед, мед, пуш! А как иначе? Я думаю, что свое дело надо любить, тем более, если это является твоим таким детищем с каждым разом, когда ты в этом и растешь тоже, потому что многие... Вот тут смотришь с коллегами уже много лет, да, и там наблюдаешь историю, например, каждого восстановления, взросления, и ты понимаешь, что ты во всем этом тоже где-то там присутствовал рядом хотя бы, да, и ты знаешь, как это происходило. Это же приятно. Но еще, мне кажется, хочется поднять еще одну важную тему. Вот у вас есть проведение общереспубликанской акции разом с мастатством. Организатором как раз и является музыкальный театр эстрады, да, и поддержки... Как у вас проходят встречи? ...министерства культуры. Ой, знаете, вот приятно, что куда бы мы ни приехали, во-первых, это встреча, это выставки, которые для нас организовывают. Соответственно, по традициям у нас начинается это с возложения цветов. Мы идем именно или на братскую могилу, вот, где проходит возложение, или на, если есть вечный огонь, соответственно, к вечному огню. Вот, это первое. Потом у нас проходят выставки, которые для нас устраивают. Это делают тоже так полномасштабно, максимально, насколько они возможны, как бы. Это тоже приятно. И как к нему готовиться? Какие постановки театральные делают музыканты, также совмещение в театральных постановках. То есть они пытаются максимально воплотить в жизнь то, что уже прошли. Потому что мы... Потом, когда у нас уже доходит дело до диалоговых площадок, мы говорим о том, что... Во-первых, артисты, которые участвуют, это артисты молодежного театра эстрады, но и также артисты немолодежного театра эстрады, приглашенные, но артисты белорусской нашей эстрады, если говорить о себе, например, вот... Если мы говорим о войне, к сожалению, вот война коснулась мою семью. Мой дедушка в 17 лет, в 41-м году, он ушел на войну, партизанский отряд попал на Кавказе, где они стояли до конца, защищали кавказскую нефть для того, чтобы фашисты не смогли ею завладеть. И он находился там в 41-47 год, остался, он также остался на восстановлении Кавказа. Единственное, что, если бы в 48-м году не произошло 12-балльное землетрясение Туркменистана, он бы не вернулся бы. Он вернулся тогда в Туркменистан на восстановление города Ашхабада. Моя бабушка также, у нее есть медаль, как труженик тыла, она хотела также убежать, но прадедушка мой ее не пустил, вот, и оставил, но она опять-таки не осталась на стороне. Они собирали хлопок, также вязали из бараньей и верблюжьей шерсти теплую одежду, и также все отправляли на войну. Вся Средняя Азия тогда также участвовала. В каждой семье своя история, да, в каждой был. Мой отец дважды был в Афганистане, в первую войну, когда он вернулся с Афганистана, и потом его снова призвали, потому что они одни из самых тех были, скажем, служивых, которые знали все тропы в горах, а это было очень важно. Конечно. Разговаривать можно бесконечно, но время нашей программы ограничено, поэтому нам необходимо еще услышать твою песню. Спасибо огромное, Шир. Я напомню, что у нас в гостях был певец, солист Молодежного театра эстрады Шир. Давайте послушаем его новую песню. Давай отпустим. Давай отпустим все, что было между нами. Разные, как штили, как цунами. Греет только память, что связала нас с тобой. Мы разошлись, и ветер вздует все печали. Помнишь, как с тобой мы мечтали на двоих делить все, но огонь погас в груди. Зачем ты мне селишь? Зачем тратить время пустую? Не надо. Миллионы истерий. Я устал возвращаться обратно. Мы верили с тобой в любовь, но любовь больна. Ты хотела уйти, будь теперь доволен. И сотни фраз, в который раз, уже натерли мозули. Сгораю внутри. Остался лишь пепел от фото, что были одними. Я в памяти оставлю тонко пьян. Давай отпустим все, что было между нами. Разные, как штили, как цунами. Беет только память, что свисала в нас с тобой. Мы разошлись, и ветер вздует все печали. Помнишь, как с тобой мы мечтали. Вечер на твоих делить все, но огонь погас в груди. Давай отпустим все, что было между нами. Как штили, цунами. Давай отпустим все, что было между нами. Артистами не рождаются, ими становятся. Это доказывают участники нашего проекта «Звездный путь». А наши продюсеры помогают разыскать таланты и реализовать их. Третий сезон обещает быть не менее ярким, чем предыдущий. Полистаем дневник эффектного шоу и узнаем, что за сюрприз ждал участников Витебской области и какой город стал рекордсменом по количеству участников. Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Минск. Продюсерский десант проекта «Звездный путь» объехал в поисках талантов из народа всю страну. В Бресте продюсер проекта Александр Лавринович пустился в пляс. Уж очень ждал начала нового сезона. В Витебской области полуфиналист второго сезона проекта подготовил сюрприз и пришел поздороваться с командой продюсера Андрея Гузеля. Добрый день всем! Добрый день «Звездный путь»! Ну, красавчик! Добрый день! Спасибо! От меня! Спасибо большое! Так, а сейчас по одному, дай тебе по одному. Спасибо. По одному. Это вам. Ну, не дали? Не зря приехали. Это вам. Я же вам говорил. Но я думаю, начало у нас будет уже интересно. Вы не ожидали. Да. Ну, а получится ли песня, зависит от вас. А в Орше, одна из участниц кастинга, призналась, что ее мечта – выступить на сцене Минск-арены. Вы знаете, я всегда мечтала петь с детства. Всегда пела в клубах сельских, дарила людям радость. Я считаю, что это подарок от Бога. Очень люблю петь. Но так получалось, что всегда не было то время, то возможности. То, вы не понимаете, вот как-то так. Превыше была всегда работа, ответственность, семья. В городке участники кастинга порадовали продюсера Евгения Олейника авторскими песнями. Люди пришли очень подготовленные. Один из самых сильных кастингов именно по составу заряженных участников. Несмотря на то, что их было немного, но качество было очень серьезное. А в «Глубоком» продюсера Светлану Стаценко поразили сильными голосами. В Гродно на кастинг пришло более ста человек. Это новый рекорд. Меня зовут Инна, павелемая Саватеева. Я работаю в санатории Женчуги на городе Гродно. Мы организовали, то есть создаем атмосферу праздничной системы отдыхающих. Мы в Гродно. 105 человек плюс. Потому что, когда мы приехали, было 105. Когда переоделись уже 106. И сколько будет к моменту начала кастинга, мы не знаем. Может быть и 120, и 200. И люди идут. И важно, что людям это нравится. Они идут воодушевленные. Нам кажется, что здесь мы выберем полантливого и очень интересного участника. Конкурсанты волновались как никогда. Распевка за кулисами шла полным ходом. Одна из участниц даже открыла кастинг песней на казахском языке. Какие эмоции участники испытывают после выступления перед продюсерами проекта? Я думаю, по мне немножечко заметно. Меня всего трясет. Я на таких эмоциях, которые очень давно не испытывал. Последний раз это было, наверное, в детстве. И, блин, это непередаваемо и очень круто. Ребята, на самом деле, удивили. Кричайшее явление. В одном кастинге столько всенародов. Реально, редкость, и я был просто удивлен. В столице кастинг прошел ярко и масштабно. Но об этом расскажем чуть позже. Всех секретов не раскрываем. Уже совсем скоро продюсерский десант проекта познакомит нас с участниками своих звездных команд. И на наших глазах произойдет рождение новых звезд из народа. Не пропустите. В Гродненском зоопарке пополнение. Два джейрана, японский журавль, гуси-сухоносы, австралийская ящерица и серая горная королевская змея. Вот это я понимаю эффективность в действии. Да, все пока на карантине, но, судя по видео, чувствуют себя хорошо и скоро появятся на публике. А мы продолжаем. И сейчас время свериться всем женщинам Беларуси с лунным календарем. Доброе утро. 20 июня. 14 и 15 лунные сутки. Символ дня – труба. Эти сутки могут изменить в один миг всю нашу жизнь и преобразить ее до неузнаваемости. Сегодня рекомендуется по возможности находиться в центре внимания. Чем бы вы ни занимались. В первой половине дня не рекомендуется перенапрягаться. Возможно, резкая смена настроения. Не злитесь, не мстите, не держите обиды внутри. Тот редкий день, когда снятся преимущественно вещи сны. В них мы видим наше будущее таким, каким оно может быть. Сегодня в сновидениях можно обнаружить сокровенное знание. Геомагнитное колебание – 2 балла. И помните, радоваться жизни – единственно правильное решение, которое нужно принимать несколько раз в день. Лето становится жарче с каждым днем и требует самых легких и невесомых решений в гардеробе. И я предложу сегодня именно такое – платье пола в спортивном стиле. Простое по крою, но довольно интересное по силуэту. Оно напоминает мужскую рубашку пола в удлиненном варианте. Классический фасон пола – это те платья, которые мы можем увидеть на теннисистках. Облегающий верх, короткая непышная свободная юбка, отложной воротничок и короткие рукава. Надевать такое платье удобно, конечно, не только на корт. Оно подойдет для прогулок, шоппинга, похода на тренировку или пляж. Даже для домашнего отдыха тоже будет хорошо. Вот эта идея мне очень нравится. Вот смотри, на мне сейчас пола, да? То есть по большому счету, если оно немножко подлиннее, то это можно перешить в платье для кого-то из близких. Ну, можно и просто иметь короткое платье пола. Это наше утро. Есть хорошие новости для поклонников изобразительного искусства. Две культурные параллели одной страны представили в Национальном художественном музее. Здесь выставка двух мастеров кисти – Витебского Юделя Пэна и столичного Якова Кругера. Проект приурочили к юбилею живописцев. С ними на вернисаж вышли и ученики. Эти глаза не напротив, но рядом. Два художника – Пэн и Кругер. Сегодня подрамник к подрамнику на именной выставке в Национальном художественном. Их судьбы в жизни никогда не пересекались. Вернисаж сегодня – первая точка творческого соприкосновения. Идея проекта была такова, чтобы представить двух художников-педагогов – Юделя Пэна и Якова Кругера – как основателей первых частных школ на территории современной Беларуси. Показать две параллели, которые были в разных городах, в одной и той же стране, чтобы показать, что жизнь культурная, она развивалась в определенном реалистическом русле. И, в принципе, оба художника – это летописцы своих городов. Пэн творил в Витебске, Кругер – в Минске. Два культурных центра страны слились в одно полотно. Выставка – совместный проект Национального художественного и Витебского краеведческого музеев. Этот столичный выход в свет вместил в себя 99 работ и занял целый этаж нового корпуса главной арт-площадки страны. Если мы говорим о Витебской художественной школе, то, конечно, Витебск занимается изучением этой темы, и у них достаточно богатая коллекция. Мы взяли на экспонирование произведения Юды Лепена живописные, добавили нашими минскими работами, выставили одну акварель. Ну и, конечно, мы взяли работы учеников, которые в фонде Национального художественного музея не присутствуют. «Я живу 40 годов на земле, и ни у одного мостака не бачу я такой атмосферы мостатства», – говорил Марк Шагал о своем учителе Юды Лепене. Второй зал экспозиции посвящен тем, кому Кругер и Пен ставили кисть, а их у основоположников художественных школ Беларуси целая плеяда. Ахремчик, Асгур, Шагал, Станюта. Многие ученики, которые известны в Витебске, они неизвестны минской публике. То есть это открытие для многих любителей искусства, это открытие, на самом деле, выставка, она знаменательная. Мало того, что она открыта в юбилейные даты, в памятные даты обоих художников, но и кроме того, мы говорим о том, что отмечается еще юбилейная дата открытия школы Кругера. И если о Пенне написано и сказано многое, то что мы знаем о Кругере? В мире сохранилось около 25 работ мастера кисти. 19 из них на столичной выставке. Почти всю палитру красок художника утеряли во время Великой Отечественной. Полотна на сегодняшнем вернисаже посвящении остались целы лишь благодаря случаю. Перед началом войны, в 1941 году, в июне месяце, в Витебске, в картинной галерее Юрия Пена была организована выставка, которая называлась «Пен Кругер Альпирович». Она была посвящена творчеству трех старейших художников на тот момент Беларуси. И перед тем, как был взят Витебск, музейщики смогли эвакуировать произведения, которые находились в картинной галерее, и, соответственно, выставку, которая была в это время. Поэтому большая часть наследия Альпировича и Кругера сохранилась только благодаря вот этому событию. После столичного выступления полотна отправятся на гастроли. Сменят залы столичной родины Кругера на Витебский край Пена, где их художественные судьбы снова пересекутся. Ярослав Брагида, Сергей Андрушкевич, Александр Щербаков. Наше утро. Доброе утро. Эфир продолжит проект «Столица в лицах». И наша героиня сегодня – победительница Минского городского этапа конкурса «Королева студенчества Беларуси-2024» Полина Кисле. К ней в университет заглянул Дмитрий Терехов. Узнал подробности участия и планы на жизнь. Давайте посмотрим. Полина, здравствуйте. Здравствуйте. Я поздравляю вас с титулом «Королева студенчества». Думал, что вам подарить, решил подарить самый студенческий напиток – кофе. Но мне рассказали, что кофе вы не пьете, поэтому вот чай вам. Спасибо большое. Примите еще раз мои поздравления. «Королева студенчества» – это значит, что вы студентка. Я сейчас пытаюсь логику включить. Вы учитесь в Международном университете МИЦО. Какую специальность? Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. Так, хорошо. Как вы пришли к этому направлению, к этой специальности? Почему решили выбрать именно этот путь? Скажем так, это был совет моей мамы. На тот момент это была новая специальность. Тем более у меня с самого первого класса был уклон на английский язык в моей гимназии. Решила, почему бы не попробовать. И понравилось? Безумно. И вот уже сколько лет? Вот уже четвертый год заканчивается. Совсем скоро уже закончатся, собственно говоря, студенческие годы эти замечательные. Какие планы? Скорее всего, будет второе высшее образование заочное в Академии управления по специальности экономика и управления предприятиями. Королева студенчества. Как долго шла подготовка? Сколько часов в день приходилось заниматься дефиле, репетицией творческих? Вообще, кстати, из чего состоял сам конкурс? Сам конкурс представляет три конкурсных испытания. Это конкурс ораторского мастерства. У нас была заданная тема «Это кто и что тебя вдохновляет?». Второе конкурсное испытание – это был творческий конкурс. Я танцевала. С самого детства я танцую. И третье конкурсное испытание – это дефиле. Наверное, это самое сложное, что у нас было. С утра до вечера на протяжении 10 дней подготовки было очень сложно и физически, и морально. Но я считаю, что шоу удалось за счет профессионализма и конкурсантов, и наших организаторов. Вот по поводу этапов конкурса. Одним из них, как вы сказали, было ораторское мастерство, и нужно было выбрать человека, который тебя вдохновляет. Да. Кого вы выбрали? Я выбрала скорее тему. В силу того, что с самого детства я смотрела модные показы, глянцевые журналы, и все оказалось таким невозможным. А теперь это моя жизнь. И на протяжении всего моего пути со мной идет рядом непревзойденная героиня по имени Мама, которая с самого детства поддерживает все мои самые странные и непонятные никому идеи. И именно ее любовь и сила привела меня туда, где я нахожусь сегодня. Но вы же еще модель, да, насколько я понимаю? В фотомодели либо... В фотомодели я пробовала два года назад пройти курсы в модельном агентстве. Это очень сложно. Это постоянное поддержание себя в форме. И теперь я пробую себя по другую сторону объектива. Я хочу попробовать себя в качестве фотографа. Я так понимаю, что вы не просто еще хотите попробовать, вы уже пробуете. Пока на любительском уровне. Пока никаких курсов я ничего не оканчивала. Просто сама разбираюсь в технике, смотрю, пробую со своими друзьями и знакомыми. А как еще проводится свободное время? Хобби, увлечения? В общем, все, что происходит в вашей жизни за пределами учебной аудитории. У меня на самом деле очень много хобби. Я с самого детства занимаюсь танцами. Я участвовала в различных танцевальных коллективах, например, «Бизон», также «Каскад». Это в нашем Дворце культуры города Молодечная. Ваша малая родина Молодечная. Да. Это бальная студия. Тоже какое-то время танцевала бальные танцы. Сейчас стараюсь уходить в современное направление. Нашла себя здесь. И вот сейчас конкретно занимаюсь в нашем университете, в нашей танцевальной студии. Что-то еще? Очень много хобби вы сказали. Ну, танцевальное направление. Да, танцевальное. Пробую себя в качестве фотографа, модели. И активно занимаюсь спортом. Хорошо. И все-таки для вас в жизни вы любите пробовать многое, от чего-то отказываться, что-то остается вместе с вами. Вот как, мне кажется, в будущем, что для вас важнее, как для будущей женщины, будет карьера, которую вы хотите строить, насколько я понимаю, выбирая второе высшее образование, или все-таки семья? Однозначно семья. В силу того, что я единственный ребенок в семье, мне всегда хотелось, чтобы рядом была либо младшая сестренка, либо старший брат. И на своем опыте я понимаю, что я хочу большую дружную семью. И семья у меня будет точно в приоритете всю мою жизнь. Карьера тоже важна, но семья гораздо важнее. А какое количество детей, если не секрет? Хотелось бы и два-три. Два-три. Думаю, больше не осилю. А вот если мы вернемся к конкурсу Королевы Студенчества, вот какие возможности дал вам этот конкурс? Тем более накануне, я знаю, состоялся конкурс Королева МИЦО, правильно? Да. Вы одержали победу буквально, там через несколько дней началась подготовка к... Городскому. Городскому конкурсу, да. То, что вам дает город Минск, вы рассказали. А вот это мероприятие под эгидой Мингородсполкома Королева Студенчества, что вам оно дало? Признаться честно, я всю жизнь, сколько бы я ни выступала, я боюсь сцену. Но с опытом участия в различных конкурсах этот страх ушел. Многочисленные знакомства, многочисленные мастер-классы, поездки. Давайте представим Полина, ваши молодые годы, и возможно впереди конкурс тоже красоты где-нибудь за пределами. Беларусь, и вот вас просят рассказать в нескольких словах о своей стране, о своей родине. Вот Беларусь, что бы вы сказали? Какая она для вас? Для меня Беларусь – это всегда место, куда хочется возвращаться. Побывав во многих странах, посмотрев культуру различных стран, изучая различные языки, я понимаю, что Беларусь, она правда уникальна. Она неповторима, и наша культура, наша история, что пережили наши прабабушки, прадедушки, и понимая, какие подвиги они совершали ради нас, ради светлого и мирного неба над нашей головой, это стоит того, чтобы мы гордились и любили нашу Родину, нашу Беларусь. Полина, ваша самая заветная мечта? Может быть, цель? Разберем два понятия. На данный момент ближайшая цель – это успешно представить свой вуз на королеве студенчества на республиканском этапе, затем на международном. И очень хотелось бы стать королевой союзного государства. Мечта, как я говорила, это большая и дружная семья. Я думаю, у каждой девушки есть, скажем так, такие мысли, чтобы рядом был молодой человек, будущий муж, который будет опорой и поддержкой, и маленькие детки, которые будут рядышком на протяжении всей своей жизни. Вы знаете, хочется пожелать, что пусть все так и будет, чтобы вы были по-настоящему счастливы в вашей жизни. Я уверен, что так и будет. Спасибо вам большое. И я вас еще раз поздравляю с вашей победой и желаю вам новых побед. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ну, а я напомню, что общался я с королевой студенчества 2024. Полина Кислая с удовольствием провела со мной эти несколько минут. В 100 граммах без косточек содержится лишь 65 килокалорий. А еще полезная клетчатка, калий, магний, витамины А, С и К. И это все про черешню. Сезон в самом разгаре. Но медики предупреждают, эти плоды могут быть опасными для диабетиков. Берегите себя. У нас еще есть кое-что полезное для любителей свежих даров природы и приусадебных хлопот. Доброе утро. Осваиваете новый участок или испытываете негативные эмоции от бурьяна на старом? Давайте разбираться, как можно бороться с сорной растительностью на своем дачном участке. Первый надежный, но очень тяжелый трудозатратный способ – это механическая борьба с сорняками. Лопата, грабли, культиватор – в общем, все, что вы можете себе позволить. Второй легкий, рабочий способ, но который крайне негативно действует на накопление тяжелых металлов в почве, на окружающую среду – это внесение гербицидов. Если мы, например, почитаем в государственном реестре инструкции по внесению гербицидов, то мы увидим, что любой гербицид, а это химические соединения, которые негативно действуют на растения, они имеют срок выведения. Иными словами, если в этом году, например, мы внесем конкретный гербицид, то, к сожалению, в следующем году, возможно, у нас не будет урожая на этой земле. Если вы не собираетесь приступать к засеванию своего участка на протяжении последующих пару лет, то можете использовать гербициды, но внимательно подбирайте их по действующему веществу, читайте инструкцию и проверяйте производителей. Ведь некачественная химия – это потенциальная угроза для нашего здоровья. Менее токсичными химическими соединениями, которые можно использовать для борьбы с сорняками, являются минеральные удобрения. Например, всем известный карбамид или мочевина с содержанием азота не менее 46%. В нашем случае это Гродненский завод химических соединений. Если мы говорим про использование карбамидов в качестве гербицида, то дозировку данного минерального соединения необходимо увеличить минимум в 5 раз и на 10 литров воды добавлять хотя бы 100 грамм данного минерального соединения. Азот – это тот элемент питания, который не только способствует наращиванию вегетативной массы, но при повышенных дозах будет обжигать растения, и таким образом они погибнут. Со временем азот вымыться в более глубокие слои почвы и немного повысит плодородие. Если мы говорим о действенных биологических методах борьбы с сорняками, то, конечно, это высев седиральных культур. За сезон можно высеять минимум трижды седиральную культуру. Желательно подбирать их различных видов. Это могут быть бобовые, горох и люпин, могут быть крестоцветные, горчица и редька. Также это может быть фацелия, которая дополнительно привлечет на ваш участок опылителей. И, конечно же, самый рабочий, самый приятный и, на мой взгляд, не тяжелый способ называется сплошное мульчирование. В качестве мульчирующего материала можно использовать агроткань, агроволокно, спонбонд. Главное, чтобы плотность этих тканей была не менее 60. Также можно использовать различные картоны, которые тоже являются плотным материалом, и укрывать ими полностью землю. Мало того, что сорняки полностью погибают от того, что свет не поступает на их листья и погибает корневая система в том числе, так еще за счет сорняков идет насыщение почвы органическими соединениями. Поэтому находим коробки, свозим их на участок, закупаемся спонбодным агротканью и укрываем все, что требует укрытия. Наше утро желает, чтобы ваше настроение не испортил ни один сорняк. До новых встреч! Честь и большая ответственность для каждого сотрудника. Следователи впервые примут участие в параде 3 июля. Подготовка в активной фазе. Почти месяц на плацу Минской военной комендатуры проводятся гарнизонные тренировки с пешими парадными расчетами. На плацу отрабатывают элементы строевой подготовки. Здесь важно все – положение головы, рук и подбородка, а еще синхронность выполнения команд. Чтобы попасть в парадный расчет, пришлось пройти серьезный отбор. Со всех регионов нашей страны были отобраны люди, которые показали высокие результаты как служебной деятельности, так и физически и морально готовые к тем нагрузкам, которые им предстояли и предстоят еще в будущем при подготовке к этому параду. Я уверен, что каждый из сотрудников, который был отобран в коробку, понимает, что участие в этом параде – это дань, которую он отдает нашим предкам, которые отдали жизнь за свободу нашей страны. И уверен, что наша коробка и наш парадный расчет достойно представят наше ведомство на предстоящем параде. Были недостатки в элементах строевой подготовки, которые мы видим, совершенствуем изо дня в день. И с уверенностью на настоящее время можно сказать, что достигнут значительный прогресс в строевой подготовке сотрудников Следственного комитета. И каждый день эти навыки оттачиваются и будут доводиться до совершенства. Всего в параде примут участие около 150 следователей. Звания самые разные – от молодых лейтенантов до полковников. Утро – это не время суток. Это состояние души. Наше утро. Тепло в каждом доме. Польские пенсионеры массово отравились на морском курорте. 40 человек с очень неприятными симптомами. Даже не будем обращать утро подробностями. Лучше поговорим о вкусной и здоровой пище. За рецептами и эмоциями, как всегда, на наше шоу «Народный повар». На этот раз на телекухне кулинарного шоу «Народный повар» развернется нешуточная борьба за выход в финал. Кто же в ней встретится? Подруги – Татьяна Шелест и Ирина Вашкевич, город Брест. Против них друзья из Минска. Кристина Толкач и Павел Максимов. Ой, я уверен, сегодня будет вкусно. Бабка из-за виванцы с яблоками. Такими блюдами участники будут удивлять экспертов. Процесс отработали дома? Безусловно, конечно. Получилось, нашли время. Да, у Танечки получилось вкуснее. Да, вы переживали, что бабка не успеет, а взяли сейчас заслоеное тесто. В смысле? Так важнее. Кристина, Павел, у Вас как? Что скажете насчет продуктов и Вашим рецептам? Честно, на самом деле, очень долго искали, советовали, совещались о старинном рецепте бабки. У обеих команд возникли трудности с завиванцами. Так что же это за блюдо такое? Завиванцы – это яблоки, нарезанные слайсами, завернутые в тесто, ягоды, и запекалось оно в печи в русской. Ну, такая альтернатива то ли как улитке французской, и можно сказать, что даже яслицкому штруделю. Вот, что-то между. Что-то между, да. И вот наступило время дегустации. Что же скажут эксперты на кулинарные шедевры от Павла и Кристины? Волнение просто переполняли меня. Я думал, что мое сердце вот-вот остановится. Давление, наверное, поднималось больше за 200. Потому что, ну, правда, переживали. Совсем уже другой уровень. То есть мы понимали, что мы боремся за первое, второе место. Ну, очень сладкий. Прям такой ярко-ярко выраженный сладкий. Много не съешь. Я попрятался одну-вторую ложечку прям чуть-чуть скушать. И все, уже третью тоже не хочется. То есть вот здесь у меня тоже есть серьезный вопрос. Но самое главное по блюду. Это тоже минус, огромный минус второе блюдо. А что насчет Ирины и Татьяны? Яблоки очень мелко нарезали. Я вот искал, где там яблоки. Да я натерли мы. А потом нашел, что они натерки натерты. Они натерки. Да, да. Вот хотелось бы, чтобы их было больше. Разбавила экспертный стол очаровательная певица. Автор песен, солистка группы «Аура» Юлия Быкова. По поводу Завиванца, ну, наверное, все-таки вот он выглядел очень красиво, но толще. И, видимо, из-за этого еще меньше пропекся, чем у предыдущих. Ну, у всех, да, у всех одинаковая проблема. И вот у Германа Титова долгожданный конверт с именами вторых финалистов шоу. Ну, никто? В конверте ничего нет. Да, он пустой. Что же значит пустой конверт? Узнаем уже в это воскресное утро. В 10.40 будут накаляться не только духовки, но и страсти. Не пропустите. Путь распускающихся цветов. Так символично назвали поздравление выпускников магистратуры и бакалавриата с успешным завершением обучения в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танг. В числе прочих и магистранты из Китайской народной республики. Они обучаются по специальности художественно-эстетическое образование. Я специально выбирала этот университет, потому что для меня, чтобы найти новую работу, хорошую работу в Китае, это диплом очень ценит. И ПГБУ имеет очень высокую лепитацию и очень качественное образование именно в моей области. Мне очень нравится здесь, потому что самое ценное и интересное. У нас есть много возможностей участвовать в различных научных и куриторных событиях. И наши преподаватели здесь очень опытные и всегда готовы нам помочь. И это очень важно для нас. Китайские студенты, они нацелены на возвращение на свою родину и работу уже в Китайской народной республике. Но у нас есть положительные примеры, что те, кто заканчивает аспирантуру, защищают диссертацию, остаются у нас в университете, работают в качестве педагогов. Мы сегодня активно развиваем эту специальность иностранный язык, китайский язык. Надеемся, что количество студентов, белорусов, тех, кто желает изучать китайский язык, будет неуклонно повышаться. Ну а качество подготовки этих специалистов мы будем обеспечивать путем привлечения преподавателей-носителей китайского языка. В педагогическом вузе получают образование почти 500 человек из Китая, 193 студента на первой ступени получения высшего образования, 245 человек в магистратуре и 60 в институте повышения квалификации и переподготовки. Лето, утро ОНТ. В разгар теплого сезона легкая обувь на пике популярности. В частности, балетки. Однако врачи предупреждают, что носить их постоянно не стоит. Почему это так и какую еще обувь не стоит надевать летом, мы кое-что узнали. Плоская и тонкая подошва балеток не защищает стопы от ударной нагрузки во время ходьбы. Могут пострадать колени и позвоночник, а суставы изнашиваются и деформируются. При ношении такой обуви могут появиться натоптыши, мозоли и поперечная плоскостопия, которая приводит к искривлению пальцев. Любая обувь из силикона вредна для стоп. В подобном материале ноги сильно потеют. Это создает благоприятную среду для развития болезнетворных организмов, например, грибков. Кроме того, у такой обуви тонкая резиновая подошва. А это значит, что, как и при ходьбе в балетках, будет травмироваться костная система. Вспомните, когда вы ходите во вьетнамках, то постоянно шаркаете ногами, чтобы не потерять обувь. Из-за этого нарушается биомеханика походки. Привычка недостаточно отрывать ноги от поверхности быстро приживается и влияет на осанку, придавая ей неестественное положение. Не стоит забывать, что кроссовки часто делают из синтетики. Некоторые материалы не пропускают воздух, плохо впитывают пот и могут выделять токсичные вещества. Это грозит появлением аллергических реакций и дерматитов. Также при таких парниковых условиях возрастает риск развития грибковой инфекции. Если обувь плохо фиксируется на ноге, есть риск появления погрешностей в стереотипе ходьбы. Мюли, Сабо и другие модели с открытой пяткой влияют на привычную длину шага, укорачивая ее. Это провоцирует постоянное напряжение опорно-двигательного аппарата и, как следствие, может неблагоприятно воздействовать на внутренние органы. Продолжение следует... Удачного дня! Пока!